думали это рекламная интеграция к сожалению нет но да это видео будет про бинатс и так всем привет с вами антоха и кейк xdrunker из double top traders и мы сегодня будем разбирать механику работы биржи бинатс поехали отвечу на самый главный вопрос почему я должен посмотреть это видео потому что у меня в инстаграме просто вот такая вот ну не влазит даже монитор чтобы показать какая пачка вопросов касательно механики биржи как-то выставлять столб куда делись мои деньги я их перевел со сплота на фьюч и перевел бин пи торговать не могу а могу и купить на фьючах с двадцатым плечом а потом перевести на спот и вот это вот все куча вообще непонятных не связанных вопросов да и как бы я понимаю что человек не то что как бы ну там тупит или еще что-то он просто не разбирается тяжело с ебанутыми работать и для этого я записываю вот это видео чтобы когда мне спрашивают а что где а как я мог просто отправить линк и вы на эти ответы на все свои вопросы поехали начнем с того что бинанс это топ-1 криптовалютная биржа в мире это не мое субъективное мнение это говорят цифры статистика факты ну объем торгов да и можно сделать вывод что 90 там или 95 я не знаю очень большой процент людей торгуют основном только на бинансе и как бы логично сделать видео именно про бинанс поэтому начнем с того что бинанс это не просто биржа сейчас я вам покажу да бинанс это целая экосистема которая включает себя биржу академию брокерские услуги бинанс чарите они помогают детям бедным африке и так далее бинанс клауды xinfo и apps launchpad и все что стволы launchpool savings деривативы фьючи лавридж токен синтетист вообще все 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 что надо есть но как я сказал это видео не проплачено но это не точно к сожалению поэтому я буду рассказывать только про то что я пожелаю нужным и начнем мы с вами конечно же с байненс exchange самого-самого вообще самого важного того что нужно вам знать про бинанс поехали начнем с того что у бинанс есть spot spot это по факту смотрите обменник то есть если мы зайдем в трейд бейзик да у нас откроется просто обменник вы можете поменять например тезер на какую-то валюту да это не просто вот максимально простой обменник для человека которому оплатили его услуги либо товар в крипте и он такой блин надо поменять как бы там оплатили в условном вэт да я хочу поменять ну это вот тут какие-то пары непонятные в общем это обменник скорее всего там биток эфир менять на тезер да ну вот если в основные пары посмотрим то они все с собой связаны это как бы чисто для вообще рядового такого проходимца на бинансе теперь идем дальше что же такое spot spot это по факту тот же самый обменник да только ну есть много пар и мы можем поменять биток там эфир доллар на какой-то щит коин на бинансе как это выглядит есть два варианта есть classic 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 и advanced я предпочитаю использовать advanced то есть версию про которой больше функции она выглядит лично мне проще красивее понятней начнем с него хотя если вы откроете basic будут абсолютно те же самые функции будут абсолютно те же самые функции что и в про в advance но в общем я буду показывать на примере именно про вот здесь это чисто обменник запомните что spot это вы не пока мне открываете позицию вы просто меняете одно на другое это работает но в формате обменника здесь вы можете выбрать валюту которая у вас есть например биток бенби да эфир трэкс рипл да либо же фиат ну например у меня есть тезер и выбрать пару которую вы хотите купить то есть любую монету то есть там биток опять же там я не знаю анкр какой-то ну что угодно да ну на формате давайте эфира покажу эфир и usdt вот так пишем все открывается пара и здесь имея там на аккаунте каких-то 38 тезера я могу их поменять на эфир давайте мы это сделаем да вот по цене там 351 да что очень важно многие сразу стартовали свои торги с фьючерсов и не понимают что же происходит на споте например я могу поставить на покупку по 345 там на 20 долларов и у меня появится лимитка она будет стоять пока цена не дойдет до 345 долларов то есть на там 15 минутам таймфрейме да чтобы было хорошо видно советую кстати всем ставить рейдинг ю пока цена не дойдет сюда меня как бы эфира не появится но что же происходит если я куплю там тот же эфир на по рынку ой купилась а ничего не светится как так ребят это называется спотовая торговля здесь не будет открытой позиции можете зайти в open orders на и здесь какая ситуация получается вы не все видите сейчас вы увидите вот так сейчас по хитрому по хитрому об нам и вот здесь у вас появится в order history ваша покупка эфира и он просто теперь лежит у вас на кошельке он никуда не исчезли не пропал у вас просто появился эфир и никакой открытой позиции в таком случае у вас не будет это важно понимать следующего нюанс вот я купил эфир поставил на него стоп а теперь не могу его перевести что же происходит например мы поставили стоп на 340 на стоп лимитом 340 39 продажи на все что купили и теперь когда мы зайдем в наш кошелек что мы увидим а мы увидим то что мы не можем вывести эфир мы нажимаем вывести да а эфир это у нас ноль то есть он у нас как бы есть но его ноль ваш эфир заморожен на споте под стоп то есть биржа берет ваш эфир и он как бы морозится в ордер с ним ничего нельзя сделать и когда мы его отменим это очень распространенная проблема прям очень поголовно очень много и мы отменяем ордер заходим сюда withdraw и все у нас уже есть баланс эфира который мы купили и он не заморожен в сделке теперь допустим прошло какой-то промежуток времени эфир допустим вырос заходим обратно на биржу да у нас там стоит стоп мы его убираем и можем теперь продать эфир с профитом там с убытком неважно у нас вот есть количество эфира нашего да 0.04 и мы можем его купить ну докупить на наш тезер да либо же продать то что у нас есть теперь как не одновременно на споте поставить и стоп и тейк тоже очень большая проблема есть осо ордер но для того чтобы его поставить нужно сначала купить монеты не сразу же покупать через ос а купили и устанавливаем ос например по 380 я хочу продать а стоп поставить на 347 вот 347 346 там 346 на весь эфир теперь нажимаем а целый день это я уже тут сел да по 380 продаем 347 346 что значит стоп и лимит при достижении 347 у вас поставится лимитка на продажу по цене 346 то есть эта цена которую нужно достигнуть а эта цена по которой будет осуществлена продаж теперь у нас есть эфир мы выставляем цену где мы хотим с профит продать и в случае чего где мы зафиксируем убыток нажимаем sell вуаля у нас появляется сразу же take profit и стоп лимит это очень всем тяжело дается и я решил что это надо по-любому осветить в видео на то есть когда цена дойдет сюда у нас закроется эфир с убытком когда дойдет сюда с профитом все это тоже надо уметь знать если вы это знаете не говорить о значит это это рассказываешь большинство не знает какой мы делаем из этого вот spot это чисто обменник вы можете завести одну валюту криптовалюту поменять его на другую криптовалюту и вывести либо же имея биток эфир тезер там трон или еще что-нибудь покупать за эти за эту валюту какие-то щит коины подержать они вырастут продать их с профитом ну либо же с убытком но spot это обменник запомните это важно дальше у нас есть фьючерсы и маржа чем отличаются фьючерсы от маржи для того чтобы все пользоваться маржой надо сначала зайти в wallet и margin то есть перейти то есть перейти на маржинальный кошелек когда вы переходите на маржинальный кошелек у вас тут есть изолированная маржа и перекрестная то есть кросс открываем кошелек да вот у нас открылся кошелек теперь здесь есть куча куча просто куча пар чтобы ими воспользоваться маржой мы должны перевести свои деньги то есть обеспечение коллатера переводим со спота на кросс маржу например тот же тезер подтвердить мы перевели тезер что мы теперь можем сделать на марже например мы хотим лангнуть монетку неважно какую например эос мы берем занимаем у биржи еще тезера да покажу примере без проблем теперь идем в укладку trade advanced выбираем здесь кросс x3 и пишем в поиске эос usdt находим да и мы помним что у меня всего 20 чем-то долларов но теперь я могу купить если вот тут у меня выбран кросс могу купить на 73 доллара вот теперь смотрим как это работает в обратную сторону давайте откроем еще одну вкладку возвращаемся на маржин да то есть но на заняты зар купить все мы лангуем с третьим плечом теперь обратная сторона как зашортить на марже мы скидаем опять же свое обеспечение наши 24 доллара и хотим зашортить например монету link нажимаем borrow да или давайте не линка то чего нету на фьючах например мать их нажимаем borrow и одолжим у биржи мать теперь опять же тут переходим мать и кюсдт и у нас откуда ни возьмись появляется 2400 матика хотя у нас его не было а мы его просто заняли у биржи так это работает то есть мы даем залог в долларах нам дают монету мы и по рынку продаем откупаем ниже возвращаем бирже то что взяли у нее а вот тот вот вот ту разницу это и есть наш профит вот как бы так работают шерты принцип работы шертов можно так сказать кстати самое интересное вот очень частая проблема я специально сейчас это сделал я взял матика там зашортил его вернул но за то что его взял мне вот уже накапало немножко пару копеек матики и если я не буду этот долг гасить он как будет увеличиваться и это очень важно всегда нажимайте вот так borrow ты смотрите чтобы у вас здесь ничего не было чтобы как бы вернуть этот долг надо зайти откупить матика а какая проблема у маржи в том что ну или вообще у спота что нельзя купить меньше чем на 10 долларов и теперь я обязан на кроссе купить матика там на условных 15 долларов да то есть там 750 матика например по рынку потом вернуть вот этот копеечный свой долг до нажать рп вернуть там пару копеек матика которые нужно обновить страницу надо это тоже очень большая распространенная проблема да и вот у меня пару копеек матика мне надо вернуть все потом вернуться обратно на биржу продать матика который я купил и внимание всегда смотрите какой выбран вот тут режим тут есть режим нормальный да то есть вы зашли тут все наделали в нормальном и сразу же здесь можно borrow и рп и одалживать и выплачивать это ну лично мне жутко неудобно реализовано поэтому я все делаю через кошелек а потом через терминал уже продаю покупаю да и что вернуть в тот копеечный долг мне пришлось купить матика на 15 долларов и бы заплатить тонну пару копеек и теперь снова его продавать поэтому какой можно сделать вывод маржа это жутко неудобно и скорее всего это вам будет не нужно потому что чтобы открыть позицию надо сделать просто неимоверное количество манипуляций да и уже точка входа потеряется и ну это жутко очень сильно неудобно и я честно ну никому прям не советую пользоваться просто так маржой все мы там поделали свои дела и теперь можем снова с маржи перекидывать свой тезер на спот вот таким вот простым образом для чего реально может понадобиться маржа спросите у меня для того чтобы шортить либо ланговать какие-то монеты к битку с плечом потому что на фьючах у нас есть только usdt а мы хотим лангнуть монетку там например бенби либо тронг битку переводим тезер на маржу берем у биржи биток за биток покупаем тот же бенби и вот мы уже стоим в лонге бенби бтц без бтц по факту своего я так очень часто делаю когда не хочу покупать битока и того чтобы что-то лангнуть чтобы не получать дополнительных рисков я просто перевожу свои тезер на маржу беру в долг биток и за биток лангую там какую-то монету это удобно ну потому что по-другому сделать нельзя но в целом больше маржа не нужна не для чего также есть изолированная маржа очень важная вкладка здесь добавили прям ну очень много монет прям вон уже 12 страниц прям ну вон посмотрите их очень много безумно много например мы хотим пару которой нету там на фьючах нигде да найдем какой-нибудь ну ну что ну вот целор мы хотим нам надо включить ее включить эту пару она у нас появится потом на первой странице как включенная на seller и на ней точно также сюда уже на эту пару то есть если мы раньше переводили со спота на маржинальный кошелек то теперь включив пару seller btc мы будем переводить именно на кошелек этой монеты да не сильно удобно да мы включили и теперь переводим сюда биток либо seller и можем брать заемы делать все по аналогии думаю с этим понятно то есть какой вывод по марже если у вас нету необходимости ланговать шортить что-то к битку то используем фьючи и в принципе больше маржа незачем не нужно ну либо же там одна-две монеты которые нету на фьючах но есть на марже могут понадобиться но в целом маржа это очень неудобно и фьючи явно получше переходим в следующем скажу про то что на бинансе есть отиси но честно там для прям очень больших объемов и отиси я советую использовать через telegram я бы тут вставил сейчас рекламу одного отиси в телеграме но честно не буду я не думаю что те кто владеет прям большими объемами для отиси не знают этих отиси но на бинансе отиси ну для большинства будет не очень сильно полезно пи ту пи честно это чисто для вывода средств это вообще не про это видео поэтому говорить про него сейчас здесь не буду мы говорим про спот маржу фьючи на пи ту пи это уже как бы если делать полный обзор бинанса на три с половиной часа то можно рассказывать но сейчас переходим к фьючерсам есть фьючерсы usdt и coinm что это значит если мы зайдем в derivatives usdt то здесь все будет к usdt если мы зайдем в coinm тут все тоже к usd что ж какая разница антоха я не понимаю что я должен делать я объясню и это все будет очень очень просто и понятно если мы зайдем в кошелек зайдем во фьючи да мы увидим здесь usdt и coinm в чем разница в usdt у вас ваш залог collateral идет в usdt а в coinm будет идти в битке эфире и так далее то есть как происходит торговля на фьючах обычных вы закинули тезер на аккаунт да нажали вот тут трансфер со споты перевели на фьючи заходим в derivatives usdtm все у нас появляется баланс вот здесь 24 доллара и можем выбирать любую пару и торговать если же мы хотим зайти в usd в coinm то чтобы торговать тем же битком да тем же битком нам надо будет перевести на аккаунт биток да то есть у нас будет трансфер да и если мы хотим торговать линк то нам надо перевести линк если мы хотим торговать bch нам надо перевести bch и так далее и так далее и так далее то есть это по факту битмэкс то есть на битмэксе чтобы торговать надо было перевести биток у них ничего больше не было Здесь так же само. Вы, например, очень сильно уверены в Polkadot, хотите взять Long Polkadot на фьючах, и вы такие, опа, у меня есть Polkadot, она там 10 тысяч долларов, я беру его, на фьючи переношу, беру третье плечо, и у меня уже, как бы, получается, не Tether лежит, а Polkadot в залоге, плюс я Long Polkadot. Ну, кому-то это удобно, мне не сильно удобно, я привык торговать, имея Tether на балансе, поэтому про Coinsam я думаю, ну, мало кто будет заинтересован в том, чтобы я это рассказывал, поэтому переходим непосредственно к USDT M Futures. Что здесь нужно знать на USDT M Futures? Во-первых, плечо, бывает кросс, бывает изолированное, перекрестное, изолированное плечо. Разницы в этом вообще никакой нету, я записывал ни один прямой эфир, ни один гайд, как вообще выбрать для себя плечо, скажу просто, я торгую в кроссе, и это намного удобнее, чем изолированная маржа. На этом все. Это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Думаю, что про плечи я уже довольно много всем рассказывал, что надо знать про фьючи. Поэтому переходим к фьючерсам, а именно USDT M Futures. Начнем с того, как открыть позицию, самое важное. У нас есть два варианта, как открыть позицию, это лимитный ордер и рыночный. Лимитный попадает в стакан, и пока цена не дойдет до нужной вам отметки, ордер не нальется, покажу на простом примере. Сейчас отключу свое видео, чтобы было хорошо видно все, что происходит. Например, я хочу по 355 продать там какое-то количество эфира. И пока цена не дойдет до моей отметки, вот сюда, я не нахожусь в позиции. То есть пока цена сюда не дошла, я без позиции, я просто поставил ордер на продажу. Это не открытие сделки, это поставить лимитку в стакан. Теперь, если я хочу войти в сделку, вот прямо сейчас, например, я там увидел какой-то стап, я говорю, блин, все по рынку, buy long. Все. Я открыл long по текущей цене, вот по самой лучшей цене, то, что было в стакане. То есть я у человека по 352.89 выкупил его ордер на продажу. Что я дальше могу делать с этой позицией? Я могу поставить на нее стоп и take profit. Очень важно ставить стоп маркетом, чтобы его не просквизил. Например, за вот этот пинбар 347.80. Обязательно галочка reduce only, потому что эта галочка отвечает за то, что ваша позиция не увеличится. Ставим 100% весь эфир, sell short. Все. Когда цена дойдет до нашей вот этой стопа, он нам просто по лучшей цене продаст всю нашу позицию. Как ставить take profit? Очень тоже важный. И такой сложный момент. Например, хочу продать по 362. Беру, ставлю лимитный ордер. 362. Также reduce only на всю свою позу. Sell short. Все. То есть, если цена зайдет сюда, я продал свою позицию с профитом. Если сюда, продал с убытком. Вот. Что важно знать? Почему надо ставить галочки reduce only? Ответ очень простой. Если мы придем сюда, да, и у нас, например, нету reduce only, то наша вот эта позиция закрывается по рынку. Потом, через какое-то время мы приходим сюда, и вот здесь у нас открывается short. Поэтому, да, мы как бы не хотели тут шортить. У нас здесь take profit, но как бы не short. Поэтому, чтобы вот пока вы будете спать, вот по этой цене у вас не открылся short, а потом может пойти выше, и вас не ликвидировало, обязательно ставим reduce only. Потому что так вас там выбьют по стопу, да, придет сюда и скажет, а, так это shorter, reduce only, только уменьшение. Соответственно, я же не могу открыть позицию, если стоит галочка только уменьшение. И она не открывается. Это очень важно. Дальше. С открытием позиции поняли, да, с закрытием позиции, например, по рынку. Закрыть позицию можно просто, если у вас тут выбран trading.ua, я советую выбирать trading.ua, потому что тогда видно ордера на графике. Можно класснуть, можно класснуть вот по маркету, закрыть лимиткой, либо просто вот сюда вписать количество эфира, которое у вас открыто. Но я люблю делать вот так, одной кнопкой. Все. Потом, соответственно, желательно, нежелательно, обязательно убирать все свои открытые ордера. Все. Вот так открывается, закрывается сделка на фьючах. Здесь нету ничего страшного, непонятного, сложного и так далее. Потом можно посмотреть вот здесь. Сейчас опять же выключу свое видео. Посмотреть всю историю ордеров, которые были отменены, выполнены, да, и так далее, и так далее, и так далее. И отследить, что же произошло со своей позицией. Так же самое здесь можно посмотреть историю торгов. Все покупки, продажи и какой был по ним профит, соответственно. Дальше. Что важно знать еще про фьючерсы? Конечно же, плечо. Никому вообще не советую использовать плечо больше, чем там 5-е, 10-е, ну максимально 20-е. Это вот прям граничная норма адекватного плеча. И также я торгую в кросс. Что, чем отличается кросс от изолированной маржи? Для этого я сейчас просто открою paint и еще раз коротенько все это нарисую, обрисую и объясню. В общем, чем коротко отличается кросс. Да, вот это кросс. Кросс от изол маржи. Да, изол. Изол. Самое, что главное понимать в том, что изолированное плечо, оно фиксированное. А кросс, оно можно сказать плавающее. Например, у вас есть баланс 100 долларов, да, в общем. 100 долларов. Если вы в кросс открываете сделку на 100 долларов, у вас будет задействовано плечо x1. Если вы откроете сделку на 1000 долларов, у вас будет плечо x10. Если будет плечо 10 тысяч долларов, соответственно, у вас будет плечо x100. Как это происходит? В кросс плече берется объем вашей позиции, да, 100,000, 10,000, да, и впоследствии этот объем делится, да, на ваш депозит. Да, то есть если у нас 1000 долларов, поделить на депо, а он у нас, да, как бы соточку, мы получим плечо 10. И так будет всегда. То есть кросс задействует все средства на балансе для обеспечения. И это очень удобно, потому что если вы входите в позицию со стандартным 1,5, 2, 3, да, вы вошли на 300 долларов, и у вас автоматом выставилось плечо x3. В изолированном ситуация немножко другая. У вас есть 100 долларов, и вы берете плечо x10. Соответственно, у вас плечо уже фиксированное. Если вы входите на, там, вы входите на условных 100 долларов, да, с десятым плечом, то ваше обеспечение 10, да. Если вы входите на, там, не знаю, 1000 долларов с десятым плечом, то ваше обеспечение 100, да. Но у вас плечо всегда будет x10, всегда. Если вы входите на 10 долларов, да, то ваше плечо будет все равно 10, а обеспечение 1. То есть, если в кроссе у нас позиция, да, делится на ваш депп, да, то в изолированном позиция делится на плечо. Вот это основная разница. Если в кросс марже обеспечение, это весь ваш деппозит, и поза делится на депп, и получается плечо, да, давайте я формулу напишу. Поза поделена на депп, равно плечо. Плечо. Короче, leverage на английском напишем. Left, да. А в изолированном все совсем по-другому. Там идет поза, поделена на плечо, равно маржа, маржа M. То есть, в кроссе M равно маржа депп, да, депп, то в изолированном M, да, маржа, зависит как бы от позы. Можно так сказать. Поэтому, моя рекомендация торговать исключительно в кросс плече, не париться, какое взять себе плечо x3, x5, x10, x20. А, как я уже рассказывал неоднократно во всех своих видосах про risk management, у нас есть точка входа, entry, да, entry. У нас есть наш стоп лосс, стоп лосс и тейк профит, например, здесь, да, тейк профит. Просчитываем вот это расстояние, вот это от стопа к, от entry к стопа, например, 2%. Да, и у нас есть риск на сделку определенный. Там риск, например, 1% деппо. Соответственно, у нас от входа до стопа 2%, мы делим 1 на 2, получаем 0,5. И вот это вот наше плечо, с которым надо войти сделать. Например, вот этот стоп не 2%, да, а 0,3. Соответственно, мы делим 0,3 на, точнее, 1 делим на 0,3. 0,3. Получаем порядка там 3, 3, 3. И вот это вот плечо, с которым нам надо войти. То есть зачем нам высчитывать плечо, если мы просто такие, ага, надо войти с этим 3, 3 плечо взять, да. Ну все, 100 умножить на 3, 3. Получается наша точка, ну, нам надо войти на 333 доллара. Все, и мы просто берем, там, эфир стоит, там, в пример, 300 долларов, да. И мы такие, ага, нам надо войти на 333. Берем и делим вот эту сумму на 300 и получаем количество эфира для входа в сделку. И мы даже не думаем о плече, это происходит максимально быстро. Поэтому, ребят, всем рекомендую очень сильно использовать кросс-плечо и не запариваться, какое же выбрать плечо на изолированной марже. А мы возвращаемся к Binance. Про плечо рассказал, про открытие позиций рассказал, про закрытие рассказал. Что еще важно знать? Стоп-лосс всегда вставить маркетом. Стоп-лимит вообще не советую использовать. Фиксация позиций через лимитный ордер с галочкой Reduce Only. Также, сейчас появилась очень классная функция. Например, хочу открыть позу, и тут сразу есть TP и SL, то есть Take Profit и Stop Loss. Например, вошли в эфир по цене, там, текущей 353, да, Take Profit 360, Stop Loss 347. Ну, или, там, 370, да, 370, все. Нажимаем Buy Long. Все, вуаля, у нас открылась позиция, сразу выставился Stop и Take. Очень удобно. Можно делать вот такую функцию, ее раньше не было. Просто поставить галочку, выставить Stop, Take, больше делать ничего не надо. Если цена доходит до стопа, либо до тейка, то дошли до стопа, Take Profit отменился, дошли до Take Profit, а Stop Loss отменился. Все очень просто, понятно, интуитивно, поэтому, ну, советую это использовать. Да. Закрываем, ну, либо здесь, либо, как я уже показывал, вот здесь. Так, что еще можно вам рассказать интересное о Prof. UCHI? Картиночки с классными процентами, с ракетами, луной и так далее, делаются в телефоне. Для этого заходим в телефон, открываем Binance, заходим в фьючерс, открываем позиция, ставим такая кнопочка, вот, типа, как поделиться, вот такая стрелочка. Нажимаем, вам нарисуют, сколько же у вас миллионов процентов, какой вы красавчик. С компа этого сделать, к сожалению, нельзя. Это тоже один из самых распространенных вопросов. Так, что еще? Про трансфер рассказал. Про открытие-закрытие рассказал. Про стопы рассказал. Про плечо рассказал. Че вам еще надо? Че вам еще надо? А, да, конечно. У нас сейчас проходит на Binance турнир. Представляете, к нашей команде? Призовой фонд 1 миллион 600 долларов. 600 тысяч долларов. Реально, чем больше будет людей, тем больше будет пол. Там до 1,6 миллиона долларов доходит. На данный момент он 200 тысяч долларов. Но, опять же, чем больше людей, тем больше пул. А до сих пор можно присоединяться к каким-либо командам. Ссылочку на добавление в нашу команду я, конечно же, оставлю под видео. А, очень-очень распространенный вопрос. Почему я там стоп выставил на 350, а вот на графике 351, а меня уже закрыло? Как так-то? Рассказываю, ребят, для вас. Смотрите. Есть график ETH, USDT, просто Binance. Вот он. А есть график PERP, Binance Futures. И если вы торгуете на фьючах, будьте добры. Смотрите график PERP в конце. Обязательно. Потому что даже на том же эфире, на PERP у нас сейчас 352,50, а на просто графике у нас сейчас 353 разница в полдоллара. Ну, извините меня, много-мало, но как бы при выставлении стопов, при входе в позицию разница 30-40 центов, да, ну, 352, да, там. Ну, типа, come on, это прям, давайте откроем минутный график. Да, и тут у нас 352,70, а на фьючах у нас 352,55. И, честно скажу, бывают моменты, когда вот эти вот 0,07% могут блещить очень сильно. Поэтому, да, про PERP тоже многие не знают. Да, ребят, я вспомнил, что хотел вам еще рассказать за синтетические токены, то есть вот эти leverage tokens. Это, грубо говоря, спотовые токены, которые уже с плечом и сильнее реагируют на движение цены на монете в ту или иную сторону. Ну, честно скажу, говно, никому не советую здесь торговать. Потому что, например, тезос за сутки, да, вот 24 часа изменения упал уже тут, ну, вырос, да, потому что это тезос даун на 48%. Если мы откроем тезос просто, да, откроем текущий день, да, и посмотрим на его падение, то он упал у нас, ну, с момента открытия на 11, на 10%, а здесь, грубо говоря, в 5 раз больше, 50, да, практически. Поэтому, мое просто вот убеждение, пожалуйста, не торгуйте эти монеты, торгуйте на фьючах, на марже, хотите взять позу с x3, с x5, зайдите на маржу, зайдите на фьючи, но не берите эти токены. Там тяжелые формулы расчета, вы можете не понять, почему цена идет так сильно в ту или иную сторону, да, тезос даун, да, или как там называется. Ну, типа, ну, вот зачем оно вам, как бы, вы ставите на то, что тезос будет падать, покупаете эту монету, да, она там дает x2, но, блин, открыв же тот же тезос, когда вот там рост начался, 15 сентября, да, открывши тот же график тезоса 15 сентября, вот в этот момент, с пятым плечом можно было заработать 125%, ну, камон, поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь тем, чем вы не разбираетесь, и потом были моменты, когда люди там в панике, просрали все деньги из этих токенов, либо же изучите формулу, по которой она работает, по какому принципу высчитывается цена этих токенов, изменение цены и так далее, и тому подобное, и только после этого пользуйтесь этими токенами, но советую использовать именно фьючерсы, потому что там все очень просто, понятно, доступно и без всяких приколов. В целом, я думаю, про стейкинг, сейвингс и вот это все дело рассказывать будет гнат, а я именно про механику рассказал все. Ну, и, конечно же, не путайтесь в кошельках, держите процентов 60-70 на споте, может даже 80, а остаток кидайте на фьючи, потому что с пятым, седьмым, восьмым, десятым плечом вам хватит более чем, чтобы хорошо себя чувствовать. Не кидайте все деньги на фьючерсы, пожалуйста, поберегите свой депозит, потому что если вы где-то что-то не так, выставите стопы, либо возьмете позу больше, чем надо, это сделать просто вот так, вы будете плакать потом. Поэтому послушайте Антона и держите на споте, ну, процентов 70-80 депозита, чтобы можно было, например, в какую-то спотовую монетку зайти с коротким стопом на большой сайз, чего не, ну, как бы, в этой монете явно не будет на фьючах, поэтому, ну, правда, не кидайте все деньги на фьючи. В целом это все, все, что я хотел вам рассказать про Binance. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наш Telegram канал, на наш Instagram, на наш YouTube канал, следите за нами, пишите в комментарии все, что думаете про меня, про Гната, про это видео, про нас в целом. Надеюсь, вам понравилось, это видео будет всем полезным, я не хотел делать видео на 45 часов про каждую кнопочку на Binance, я хотел рассказать про механику, чтобы люди просто по глупости не теряли деньги. Надеюсь, у меня получилось, с вами был Антон Хексданкер, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok